Лето подходит к концу, а погода минимально способствует нахождению на пляже и принятию солнечных ванн. И тем не менее, городская власть посчитала, что сейчас самое время заняться проблемами пляжей, в том числе и их доступности. К концу курортного сезона, когда спала жара, вместе с которой спало и количество отдыхающих на Одесском морском побережье, наш городской голова не нашел ничего лучшего, как озаботиться проблемами одесских пляжей. Провести анализ и доложительное соблюдение субъектами предпринимательской деятельности и условия договора в аренде берегозащитных сооружений. Включая согласованные с органами ГСЧС меры по обеспечению противопожарной безопасности. По мнению городского головы, негодники-арендаторы совершеннейшим образом игнорируют все праведные требования Одесской мэрии. Ну там, занимают песок под летние площадки и сильно платные шезлонги. При этом, несмотря на заботу одесских городских властей и нуждах простого, в смысле небогатого народа, не оставляют песочка для тех, кто предпочитает бесплатную подстилку. Как сообщает издание Избирком, ориентатор пляжа у причала номер один, по словам мэра, не предоставил вообще зоны для бесплатного отдыха, несмотря на то, что правила, утвержденные городским советом, предписывают ориентаторов обеспечить зоны предоставления бесплатных услуг в размере не менее 30% от арендуемой площади. Пляжный комплекс «Отрада-Бич» предоставил менее 10% для бесплатного отдыха. Арендаторы пляжа «Отрада» также не выделили места для бесплатных услуг. Пляжный комплекс «Либерти» обеспечил 20% свободной территории. Пляжный комплекс «Мантра» не обеспечил свободное от предоставления платных услуг территории, так же, как и «Портофина». На пляжах «Аркадия» и «Така» доступны для бесплатного отдыха менее 20% арендуемой площади. Правда, удивительно? Как вы об этом знали? Вы, да, а городские власти, которые, собственно, и обязаны заниматься тем, чтобы подобного безобразия не было, почему-то этого совершенно не делают и не знают об этом. И только к концу курортного сезона вдруг волшебным образом прозревают. Да, то ли у наших властей с головой не все в порядке, то ли эта голова и на своем месте находится. Уже, мои коллеги, я скажу, чтобы вы не читали договоры. Проверены, провели проверки, и у нас здесь 11 объектов предпринимательской деятельности допускают нарушение. Вас лично и КП «Побережье», где у нас, и вас прошу, вы состыкуйтесь, пожалуйста, проведите совещание, я прошу, Андрей Иванович, вас попрошу, о том, чтобы вот эти люди, которые решили, что им не писаны правила и закон, я думаю, что мы это учтем при разработке новых правил пользования пляжем, которые будем принимать и обязательно примем в кратчайшие сроки. Последнее утверждение звучит вообще волшебно, ну хотя бы просто, потому что кратчайшие сроки и правила пользования пляжей вроде как принимаются последние года три. Ну, в общем, все время, что у руля, так сказать, власти находится сам Геннадий Труханов. Совпадение? Не думаем. Я жду после завершения сезона ваши вдумчивые предложения, разработанные на бумаге по всем объектам, которые вы показали и не показали сегодня. Потому что самое сложное в этом деле, наверное, соревноваться, потому что я родился в Одессе, практически все эти траверсы, пирсы, знали. То мне неинтересно, что на каждом из них будет происходить, какое и как они будут приводиться в порядок. В общем, наша сказка хороша, начиная сначала. В том смысле, что о курортном сезоне наша мэрия думает исключительно тогда, когда не только думать, но и действовать уже несколько поздновато. Он уже заканчивается. С другой стороны, гарантии того, что то же самое не приключится с курортным сезоном следующего года, никто не дает. Да и не надо. Видимость заботы о гражданах соблюдена. Редактор субтитров А.Семкин